Всем снова Хаюшки, Протуханушки, и сегодня мы снова будем играть в Саббиси Офис. А это значит, что пришло время для новостей. Для игровых новостей. Ну что же, ну не только. И по фильмам, которые я смотрел, тоже пройдёмся. Я смотрел один фильм. Ну давайте сначала начнём с фильмом. Значит, фильм, который я смотрел, назывался Обливион. Фильм Обливион с участием Тома Круза по одноимённой игре The Elder Scrolls 4. Да, The Elder Scrolls 4, Обливион. Значит, какой там сюжет? Да там сюжет, хер поймёшь. Если честно, такое чувство, как будто уже это где-то видел. Там Луна, например, Луна 2016 вроде был. Вот те же самые моменты, видишь. Или День независимости. Ну в общем, всё в этом роде. Всё в этом духе. И как бы в фильм Обливион там очень много сюжетных поворотов. Короче, расскажу там кратко. Главный герой, короче, со своей женой. Им стёрли память. Живут на земле, уничтоженном планетянами. Потом одношнему этому герою попадается миссия. Он находит ещё людей живых. Которые упали. Блин, как он так перескакивает? Которые упали фиг знает откуда. Короче, он выживает только одну. Забирает только одну, которая была в его снах. Потом он узнает, что это его настоящая жена. А потом вообще раскручивается сюжет. Потому что просто происходит какой-то апокалиптический бред. Нет, короче, оказывается, Тед, это там треугольная штука. Это на самом деле не люди, это инопланетяне. А инопланетяне на самом деле люди. Короче, он на самом деле клон. Да, 49-й. Он встречает потом 52-го клона. Потом, короче, девушка убивает его ненастоящую жену. Потом он врывается на этот Тед, главную базу, и взрывает её. А в конце фильма приходит 52-й. И типа он не умер. Но это... Дети, не ходите в Обливер гулять. Потому что это говно. Это просто, я не знаю, от создателей Трона. Но Трон мне тоже не очень понравился. Так что, я думаю, больше... Конечно, там, наверное, только то, что там Тумтхрус. Только поэтому многим фильмы понравился. И что, меня он чуть-чуть даже не задел. Потому что... Потому что как-то всё сыро. Надеюсь, режиссёру больше не дадут управлять проектом. Потому что... Фильмами, потому что он сочетает какое-то говно. Ну ладно, а мы пойдём дальше. Значит... Значит... Какие у нас новые новости? Значит... Во-первых, новая часть игры Tekken уже в разработке. Когда будет первый анонс. Нам ещё пока, к сожалению, неизвестно. Вот так вот. Кстати, называться будет Tekken The Tournament 2. Вроде Tekken The Tournament 2. Или Tekken 7, может быть. Но это пока неизвестно. Вот о чём же я и говорю. Tekken 6, если честно, мне очень понравился. Я в него играл на PSP и на PS3. На Xbox не купил. Но если кто-то не знает, у меня сейчас... У меня 4 приставки плюс Kinect. Это когда ещё я был маленький год. Купил потихоньку. Сначала PS3, потом Xbox, потом... PS2 я вообще где-то купил за 2000 рублей. Я даже не помню, чипованный уже купил. Вот это хорошо было. И потом Vii купил. Vii. Но Vii говном оказалась. Поэтому я её продаю. Пытаюсь продать. И купил Kinect. Kinect это за BSM. Kinect это офигенно. Но сейчас я почти в них не играю. Потому что я стал ПКшником. ПКшником. Потому что у меня тут обзоров. Но если я куплю, конечно, Aver Media HD. Я, конечно же, буду делать обзоры на консолях. Это обязательно. Ну что же. А мы приступим дальше. К новостям. Так. Сейчас. Да блин. Значит. В Мехико прошли съёмки рекламного ролика GTA V. Пользователи форумов Reddit. Скрывающиеся под ником Markoge. Опубликовал кадр со съёмок рекламного ролика Grand Theft Auto V. Rockstar Games сняла трейлер в мексиканской столице Мехико. По словам Markoge. Markoge. Всё это происходит неподалёко от его дома. В ролике будут много взрывов и разбитых машин. Так, подождите, куда я вредился. Парень в костюме напосле... Ну, тут нет. Парень в костюме вылазит из разбитой машины и говорит что-то в камеру. Автомобиль взрывается и он идёт в сторону. Так, автомобиль взрывается и он идёт в сторону других машин под деревьями. Всё это будет сопровождаться спецэффектами. Съёмки прошли в эти выходные. 20-21 апреля. Публика далеко не сразу доказала, что происходит. Ситуация прояснился после появления баннера GTA V. В общем, вообще, намечается 3 мая 3 трейлера сразу GTA. Так что, вот так вот будем ждать, конечно же. Я жду. Будем GTA опять проходить с вами. Ну, теперь поближе о других играх. Call of Juras, Gunslinger. Это игра про ковбоев. Такая вот очень крутая игра. Она выйдет в мае. Да, она выйдет в мае. И 1C Soft Club выпустит полную русскую локализацию игры Call of Juras, Gunslinger. Игру запланировали выпустить 22 мая на Xbox 360, PlayStation 3 и ПК. Собственно, в игры этой серии я не играл. По крайней мере, наверное, в Gunslinger я скачаю. Мы будем с вами проходить обязательно, ребята. Ну, а теперь к следующим новостям. О Half-Life 3 речи пока о анонсах, может быть, даже речи не будет идти. Так как Valve официально заявил, что его на E3 не будет. То есть, Half-Life 3 не будет. К сожалению, я не знаю. Но Half-Life 3 разработка уже подтверждена. Но когда будет первый анонс, неизвестно. Ну что же, а теперь приступим к главной новости недели. Главная новость недели это, короче, то, что всех, особенно меня, порадовало. Продолжение Call of Duty. Первый анонс. Call of Duty Dark Skylines может стать следующей игрой в серии. Несмотря на то, что Activision не готова анонсировать новую Call of Duty, поклонникам удалось обнаруживать логотип игры к фотографиям. К фотографиям, которая будет размещена вот на этом. Ну, я размещу ее обязательно здесь. К фотографиям, сделанным 11 апреля, стоит относиться с определенной долей скепсиса. И все же действительно подходят на снимки официального сайта Call of Duty. Обновленную версию которого кому-то удалось увидеть раньше времени. Обратите внимание на трейлер. Анонс новой Call of Duty Dark Skylines состоится 1 мая. Напоминаем, что Black Ops 2 официально представили именно этот же день год назад. Dark Skylines, что в переводе «Темный горизонт». Ну что же, я, кстати, вот с этим надо определяться с какой-то долей скепсиса. Потому что вскоре прозвучала такая новость. Магазин Теско опубликовал бокс-арт новой части Call of Duty. Магазин подтверждает слухи о том, что проект будет носить под заголовок Ghost. И это прикрек под сериалом Modern Warfare. Анонс происходят в Call of Duty 1 мая. И мы узнаем, что это будет. Либо Call of Duty Dark Skyline. Фотографию, которую вы можете увидеть на этом обзоре, по-любому я тут сюда поставлю. Dark Skyline. Или вы можете будет увидеть и увидите Call of Duty Ghosts. Темный горизонт и Ghosts. Но это оба будут приквел к сериалу. В переводе Dark Skyline, Темный горизонт. Ага, Call of Duty Ghosts, призраки. Что и намекает нам о приквеле Modern Warfare. Но может Dark Skyline приквел к Black Ops. Я не знаю. Ну всё, с вами был Black Ops 325. И это все новости на данную неделю. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока.